Здравствуйте! Это программа «Территория развития». Мы находимся на крупном международном форуме выставка «Город», который проходит во Владивостоке. Здесь представлено очень много компаний, и одна из них – «Ленспец.Му». И сейчас мы разговариваем с директором по продажам группы компаний «Эталон» – Анищенко Ириной Вадимовной. Ирина Вадимовна, вот ситуация на рынке недвижимости Петербурга и Москвы. Почему выгодно приобретать жилье именно в этих мегаполисах столицы России и северной столицы? Вы правильно сказали, это две столицы. И жизнь в столице всегда актуальна, или иметь недвижимость в столице тоже будет всегда актуальным. Вне зависимости от того, как развивается экономическая ситуация в стране, вложение в недвижимость в этих городах всегда остается инвестиционно привлекательна. Потому что недвижимость, которая строится именно в пределах города, а группа компаний «Эталон» строится именно в пределах города, как Москвы, так и Петербурга, она вечно. Такие объекты, как царская столица в Петербурге, находящаяся в самом центре города, как мы говорим, пять минут до вокзала и пять часов до Кремля из Петербурга, от этого объекта можно добраться. Это останется вечной-вечной ценностью. Не увеличивается центр города, а жилье всегда дорожает. И поверьте, какие бы кризисы ни проходили, этот коэффициент цены к жизни, к стоимости жизни, какой бы он ни был, он всегда только растет. Это показали все предыдущие года и, наверное, даже столетия. Поэтому вкладываться в недвижимость в крупных городах – это как минимум инвестиционный плюс, а как максимум вы просто можете воплощать какие-то свои мечты. Расскажите, пожалуйста, о нынешних объектах компании. Какие новые проекты начнутся в этом году в Петербурге и Москве? Сейчас самый популярный объект – это наши Московские ворота. Он находится прямо у метро Московские ворота. Там проходит Путковская перспектива, дорога от аэропорта в центр. Это, наверное, наиболее такой популярный, престижный район. И, безусловно, моя любимая царская столица. Для тех, кто любит в спальных районах жить, это немножко подальше от центра Ласточкино-Гнездо, где уже тоже живут все корпуса. И в этом году водится огромная красивая школа с бассейнами, со стадионами. То есть для тех, у кого, наверное, подрастают дети, и важно, где они будут учиться. И в других районах города для любителей Васильевского острова чудесный ансамбль «Самоцветы» с таким названием. Сказочным. А в Москве мы строим под Московье, у нас Красногорск, огромный комплекс, где тоже уже все живут люди, открыт аллеи космонавтов. Вот недавно мы там запустили такой очередной космический аппарат, настоящий, да, и он там находится, целый музей. И там строятся новые корпуса, очень популярный микрорайон. А также в самой Москве мы открыли в этом году такие объекты, как «Золотая звезда», «Летний сад». «Золотая звезда» находится около Измайловского парка. Опять же, рядом метро, парковая зона, чудесный район, будет очень красивый объект. «Летний сад» тоже, это метро Новоалексеевская, очень близко от метро. И еще два объекта откроются до Нового года. «Серебряный фонтан», такие все лирические названия, они действительно будут соответствовать тому, что как и красиво будет внутри этого объекта. Это уже более центральные районы, они ближе приближены к центру Москвы. И, допустим, из «Золотой звезды» видны звезды Кремля. По прямой всего лишь 7 километров. Объекты очень интересные. Все это кипично-монолитное домостроение с шикарными фасадами. Это будет выгодно отличать их от окружения, существующего вокруг. Ну и всегда будет приятно порадоваться, пригласить гостей. Они точно не заблудятся. Огромным преимуществом, наверное, является для жителей Владивостока то, что здесь есть представительство. И это, наверное, такой самый главный бонус для жителей регионов. Не надо верить на слово, звонить, как-то перемещаться. Все-таки достаточно далеко. Вот мы прилетели, я знаю, что далеко лететь. А если прийти в офис, то это, во-первых, можно достаточно часто посещать, узнавать о ходе строительства, общаться, решать какие-то возникающие вопросы, рассчитывать свои рассрочки. И так как солнце здесь встает раньше, и офисы открываются раньше, все, что выходит новое здесь, появляется в первую очередь. И можно выбрать какие-то интересные варианты. В любом комплексе есть квартиры, которые в первую очередь расходятся, либо что-то интересуют. Так вот, на Востоке жители имеют возможность их увидеть и приобрести первыми. Ну, я знаю, что как хорошо развивающиеся компании, как хорошо, наверное, зарекомендовавшиеся компании. У вас офис находится в отеле Хёнде. Это действительно как бы для жителей Владивостока такой пример серьезной работы компании. Но вот можно от вас услышать советы покупательным. Вообще, как выбирать квартиру? На что нужно внимание обращать в первую очередь? Ну, в первую очередь нужно понять, где бы вы хотели. Петербург, Москва, Подмосковье, или это что-то другое. Для чего оно это вам надо? Вы собираетесь переезжать, вы хотите сделать инвестиционное вложение, у вас поедут учиться туда дети или еще какие-то причины. Это в первую очередь. И зная это, зная свой доход, зная свои возможности, может быть, там будут какие-то разовые большие вложения и так далее, всегда можно рассчитать более удобные, интересные варианты для платежей, чтобы было меньше каких-то процентных рассрочек и так далее. То есть все зависит от того, чем больше вы дадите информацию, тем лучше менеджер найдет вариант для вас подходящий. То, что, может, вам не надо сейчас, надо через три года, вы получите беспроцентные рассрочки, что, наверное, даже интереснее, чем всевозможные ипотечные программы. У нас есть возможность уже жить в домах и продолжать платить, что, наверное, тоже интересно как для жизни, так и как инвестиционный вариант. Если вы будете квартиру потом сдавать или как-то отдавать в управление, безусловно, интереснее маленькие варианты, около метро и так далее. А если вы хотите жить, у вас большая семья, и вам важно наличие школ, детских садов и парков рядом, то, наверное, это другие комплексы. Поэтому каждое свое. Нужно прийти и посоветовать. Обычно говорят, что квартира или дом – это лицо человека. Вот, конечно же, мы все мечтаем о том, чтобы это было качественно, красиво. Вот на ваш взгляд, каким должен быть качественный дом, качественная квартира, что это такое, качественное жилье вообще? Все-таки нужно идти к тем, кто это умеет делать. Допустим, в группе компании «Эталон» наш основатель компании, он является автором кирпично-монолитной технологии. Безусловно, это вообще наше все, и мы стараемся, чтобы качество наших домов отвечало этому. А сейчас это интересно тем, чтобы еще комплексы отличались друг у друга, хорошо вписывались. Это уже про красоту, чтобы зайти, и входные группы радовали, чтобы лифт ходил бесшумно, а не отваливалось все в доме, когда он там идет. То есть вот это все очень важно. Поэтому, конечно, нужно смотреть, чтобы застройщик имел достаточно продолжительную историю свою. Допустим, как мы, компания «Открытая», торгуются наши акции на лондонской бирже, все наши финансовые показатели тоже открыты и находятся на сайтах, что, наверное, сейчас народ грамотный, все это смотрят, читают, видят. И у нас нет за последние 20 лет и больше компаний «Скоро 30» ни одного дома, который бы сдался не вовремя. Все отделочники, которые работают на наших домах, констатируют, что стены ровные, и не надо ничего делать там другого с полами, с потолками. Наверное, это важно. У нас в Петербурге «Еленсписьмо» вообще одна из старейших компаний, как будто уже 30 лет будет. В Москве у нас представляет «Эталон Инвест», наша же компания. Все это вместе объединено в группу, группа компаний «Эталон». Чем отличается наше все? Мы строим достаточно большие комплексы. Это позволяет сделать новую инфраструктуру, создать социальную среду такую однородную. То есть вы выйдете и гулять, и вы увидите вокруг красивые дома, вы увидите хорошие коммуникации, ваши машины будут стоять на парковках, либо будут сделаны паркинги. Все это отличает дома и комплексы нашей группы, потому что комплексный подход ко всему. Комплексное освоение территории – это, наверное, такая вот фишка группы компаний. Коротко это называется код, а код, рыжий большой код, является символом нашего клиентского клуба. И любой человек, который купил однажды у нас что-то, уже имеет свою клиентскую карту, по которой будут накапливаться бонусы, и можно дальше с ней уже вместе с нами дружить и покупать новые квартиры, иметь какие-то приятности. Мы с вами, когда готовились к интервью, вы разговаривали о том, что многие из тех, кто переезжает, начинают заранее готовиться. То есть, допустим, бывают ситуации, когда ребенку только 14 лет, но он уже начнет учиться в Москве или в Санкт-Петербурге, и родители на этом этапе начинают покупать квартиры. А вообще, насколько просто купить квартиру в Ленспец.СМУ при помощи рассрочки или ипотеки? Все ипотечные кредиты выплачиваются за 7-10 лет. У нас есть свои собственные иногда рассрочки, не буду говорить, что по всем комплексам, до 10 лет. И поэтому это даже порой удобнее, чем брать ипотеку. Для тех, у кого есть какое-то, там, продает свое что-то, еще какие-то финансовые, что-то ненужное, как говорят, что-то купить ненужное, чтобы продать сначала надо что-то ненужное, ну-то я шучу, под это все есть определенные платежи. Каждый объект имеет свой регламент. Регламенты меняются от месяца к месяцу. Когда-то что-то становится интересным, там, какие-то происходят новые акции и так далее. Просто за всем этим надо следить и смотреть. И не обязательно же прийти первый раз в офис сразу что-то покупать. Нужно познакомиться со всем этим, мне вот прям не рассказать всего сразу, да, а познакомиться и понимать, когда и что сделать удобнее. Квартиры в Москве и Петербурге, мы с вами во Владивостоке. Для региональных покупателей есть ли какие-то специальные предложения, есть ли какие-то акции, вообще компания проводит ли какие-то акции для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей к себе? Безусловно. Вот я считаю, то, что здесь работает представительство, это самый большой бонус. Не надо никуда ездить, и действительно можно достаточно часто и взвешенно принимать решение, приходить разговаривать. А так, безусловно, есть и скидочные карты, и там какие-то акции специально для жителей регионов. У нас бывают акции по то, когда в города, где мы находимся, бывают какие-то юбилеи, либо еще что-то. И опять же, это зависит от объекта, от срока его ввода, от того, ну, когда и что происходит. У нас есть некая такая компенсация обратного билета, либо еще какие-то вот такие приятные выплаты. Месяц на месяц не приходится, надо приходить смотреть. Ну, я еще раз напомню, что офис компании «Лен Спецму» находится в отеле «Хёнде». Это достаточно престижный отель. Добро пожаловать. Да, добро пожаловать, приходите, и наверняка вы сможете выбрать там те квартиры, которые будут вам по душе. Ирина Владимировна, вам большое спасибо за беседу. До встречи. Оркестр краевой филармонии исполняет знакомые мелодии. Под них в фитисоварении собираются участники международной строительной выставки «Город». Она стала самой крупной за все время проведения таких мероприятий во Владивостоке. На одной площадке собрали лидеров строительной индустрии Дальнего Востока, Сибирского федерального округа, центральных регионов России, стран АТР. Ключевых отечественных и зарубежных производителей современного оборудования, технологий. Финансовые организации, страховые компании. Всего более 200 компаний принимают участие в этом крупном и значимом событии. Были подписаны федеральные законы по свободному борту Владивосток, по территориям опережающего развития. Собственно, по этой причине сейчас пристальное внимание со стороны зарубежных коллег также уделяется Климорскому краю. Выставка «Город» уникальна тем, что на ней можно не только представить свою продукцию или технологию, но и найти новых партнеров, укрепить и расширить границы бизнеса, выйти на международный рынок, наладить диалог с властью и городским сообществом, открыть новые перспективы для компаний. Мне очень приятно осознавать, что вместе с сохранением европейской такой архитектуры мы видим новые направления и новые ведения, в том числе с использованием новых материалов. Поэтому эта выставка – это очередной этап по разработке и рассмотрению новых проектов, новых контактов, принятию новых решений. Ведь в рамках выставки мы не только видим какие-то новые материалы, но проводится очень много тематических мероприятий, семинаров, конференций, круглых столов, где обсуждаются самые актуальные темы, в том числе необходимость изменения того или иного закона или дополнения какого-то законодательства. Поэтому мы с удовольствием будем участвовать не только в выставке, но и в тех мероприятиях, которые будут проводиться в рамках выставки. В рамках выставки прошла пятая дальневосточная конференция по малоэтажному строительству, на которой представители власти и бизнеса обсудили вопросы выделения земельных участков под застройку, кадровые проблемы и административные барьеры в строительной отрасли. Произошли значительные изменения и в процедуре строительства, то есть процедуры уменьшились с 42 до 19, и срок прохождения с 344 до 244. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова